Друзья, всем привет! Самое популярное мое видео на другом канале было то, как удалить мелкие царапины. К сожалению, было много противоречий по поводу этого видео. Действительно, там была царапина такая, что было проще отполировать машину. Но, во-первых, полировка – это ваше время, во-вторых, это ваши деньги. И не всегда и то, и другое у вас есть. Поэтому здесь более показательный был случай. Сейчас мы к нему приступим, я его покажу. Это видео будет в двух частях. Первое, как удалять мелкие царапины с кузова вашего автомобиля. Но, как будет видно здесь, там будут царапины и достаточно серьезные, и, тем не менее, они все равно прекрасно уходят. А вторая часть уже непосредственно того, как таким образом, какие неисправности здесь я уже буду устранять в дальнейшем. У каждого бывала в жизни такая ситуация, когда вас либо въезжали, либо притирали вас на парковке. Вообще, я уже делал видео по тому, как устранят царапины. Правда, было по нему очень много критики. Мол, проще было бы отполировать, говорили мне, чем заниматься, как они говорили, ерундой. Естественно, отчасти это так. Но вот такие царапины в планировке уже не уйдут. Здесь меня достаточно сильно протяло лексус. И сразу хочу сказать наперед, что то, что я сейчас буду делать, это временная мера. Потому что, да, во-первых, притирменный человек порядочный, он заплатил за то, чтобы мы делали ремонт. Но другой вопрос, когда мы поедем. И в современном мире основная проблема, это даже не столько деньги, сколько отсутствие времени. И поэтому, пока мы не добрались до костоправов, кое-что, чтобы это не так бросалось в глаза, я сделаю своими руками, для того, чтобы в дальнейшем мы смогли спокойно ездить. И это кое-что, это полностью уберу эти царапины, которые вот явно видно здесь на видео. Для этого, для начала мы хотим узнать реальную картину. То есть, сейчас здесь видно, что собран мой лак, временами тратено доходит до краски, временами у меня нет краски вовсе. Но есть также еще чужая краска, то есть, как он был серебристый, это отчетливо сейчас видно по моей машине. Для того, чтобы убрать чужую краску, я буду использовать обычный бензин. Если у вас бензина нет, то, в принципе, это все можно прекрасно тереть и обычной водой. Ну, просто тереть надо будет дольше. Поэтому я беру, аккуратненько смачиваю тряпочку бензином. Крайне нежелательно при этом курить, потому что вся фигня очень неплохо горит. И потихонечку начинаю оттирать. Ну и пока я оттираю, хотелось бы сказать, что если вы хотите по страховке, чтобы вас страховая компания оценила, нормально вам за эти деньги заплатила за ваши повреждения, то, конечно, все это нужно начинать уже после того, как страховая вас оценит. Вместо бензина крайне не рекомендую использовать ни растворитель, ни white spirit, потому что иначе можно сделать только хуже. Так, ну вот она, реальная картина. Видно, что здесь глубокая очень борозда, буквально полностью содрана краска. А вообще, буквально, как будто ее только клыком содрали, скорее всего, уголком двери прошло здесь. Это, к сожалению, не заполируется однозначно. Это надо 100% красить. Здесь тоже это надо красить, красить, красить. Тем более, что здесь краска отошла. Но вот мелкие царапины, в большинстве, которые уже ушли, их мы сейчас устраним с помощью тормозной жидкости. Так, наверное, все-таки мне придется... Воспользоваться водой. Просто, чтобы это все было чистым. Кстати, если у вас, в отличие от меня, машина не крашена на два раза, и царапина аж дошла до металла, проставлять ее так нельзя. Ее нужно будет обработать хотя бы автомобильным лаком бесцветным. Продается в любом автомагазине, где автомобилярка. Это стоит копейки. И, по крайней мере, вы не допустите коррозии на своем авто до того, как едете к кастоправу. Тормозная жидкость находится, в общем-то, у всех примерно в одинаковом месте. На ней написано Breakfield и обычно до 4 или что-нибудь типа того. В российских машинах даже не знаю, как это все выглядит. В машинах российских ни разу не ездил. Нужно буквально вот этот катник, вот этот вот уже сейчас я много взял. И дальше будем полировать, где есть явные царапины. Вот явные царапины здесь у нас есть. Затираем я. Она почти, как видите, ушла. Дальше. Очень сильные царапины здесь. Такими круговыми движениями их убираем. Вот черная, видишь, сейчас она уходит потихоньку. Вот она. Вот она вот черная царапина, сейчас хорошо видно. И вот так вот тогда уходит. Ну, сия нет теперь. Вот тоже черная куча царапин. Еще раз повторюсь, обычной полировкой это не ушло бы. Но, к сожалению, тормозная жидкость тоже чудеса не творит. То есть, абсолютно все здесь не затрешь. И о том, как устранять уже вот эти вот проблемы, ну и я просто, как интересно, вам покажу второе видео. Еще раз повторюсь, я не костоправ, и то, что я сейчас сделаю, я не знаю, что я не буду никогда ничего ремонтировать. Вопрос просто в том, что выиграть время для того, чтобы потратить 15 минут и потом сделать так, когда это удобно мне. Потому что все-таки любое, даже такое мелкое ДТП, это не очень приятно и не всегда входит в твои планы. Ну, вообще, если ты входит в твои планы, тогда поставщик. И так лучше вообще не делать. Итак, мы уже удалили здесь царапины. Осталось еще две проблемы. Во-первых, при открытии двери вот у нас здесь крыло задевает. Это связано с тем, что когда был удар, удар пришелся непосредственно вот в эту сторону, боковую, там просто в тупую вывернули руль. И поехали в меня. Крыло, оно ушло немножко вправо и сюда. Телевизор при этом не зацепило, только внешняя часть. Вот. Но, тем не менее, крыло нужно выстоять правильно. И вторая проблема у нас осталась. Ну, в общем-то, здесь все на редкость хорошо было сделано. То есть, сейчас, в общем-то, ничего наделывать не придется. Но все же, если у вас царапина ушла не полностью, а такое тоже вполне вероятно, вам нужно купить какую-нибудь полировочную пасту для краски и дополнительно обработать машину еще и полировочной пастой. Сейчас я этого здесь сделать не буду, у меня смысла никакого в этом нету, но вам, допустим, если вы хотите сделать это совсем в идеале, что в лаке, для мелких срать, если все они остаются, они чуть-чуть еще заметны, на лаке, можете добавить полировочную пасту. Моя сейчас задача это будет открутить крыло, немножко его сдвинуть на себя, зазора здесь я выводить не буду, я не костоправ, и подкрасть вот эти вот мелкие места. Сейчас мы этим и займемся. Моя сейчас Моя сейчас Моя сейчас